Владимир Волков посетил медицинскую компанию «Асептика». Она расположена на территории Люберецкого округа и является одним из ведущих производителей одноразовых медицинских изделий в России. Выпускает около 1 миллиарда единиц продукции в год. Тему продолжит Мария Антонова. Пакетик, зип-пакет и транспортная коробочка. У «Асептики» три направления производства – медицинская, гигиеническая и косметическая. Все это компания изготавливает на протяжении 25 лет. С недавних пор стала оказывать еще и гуманитарную помощь. Отправляет на Донбасс уходовую косметику, которой можно пользоваться без воды, спиртовые салфетки и средства для лечения ран. Мы закупали на свои средства аптечки, докомплектовывали их необходимыми медицинскими изделиями и тоже поставляли. Сейчас мы готовимся к выпуску, уже выпустили первую партию крайне необходимых бинтов, которые останавливают венозное и артериальное кровотечение. И тоже первая партия наша будет как гуманитарная. Для производства медицинской продукции в компании используют современное и уникальное оборудование. Одно из них по производству медицинских салфеток. Оно единственное в России и находится именно в Люберцах. Таких станков по всему миру всего семь штук. Данное оборудование имеет очень большую скорость. Оно выпускает больше 500 тысяч салфеток в смену. Данный салфеток используется очень широко, используется у нас в медицине. Продукция компании представлена не только в России, но и за рубежом. Ее поставляют в Италию, Испанию, Словакию, Францию, Польшу, Германию и Казахстан. Мы всегда обращаем внимание на производителей, на бизнес, на предпринимателей, на поддержку. И важно иметь вот этот диалог, чтобы в нужную минуту помочь оказать содействие, подключиться. Мы заинтересованы абсолютно во всех предприятиях, от мало до крупного производства. На предприятии «Асептика» работает 165 человек. 40 из них – люберчане. В планах компании расширить линейку косметической и медицинской продукции. Уже в разработке – жидкий пластырь. Мария Антонова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.